Вчера начала укладывать гладиолусы на хранение. Они у меня долго сохли. Честно говоря, я про них забыла. Часть я вчера уже переработала. Сложила в обычную картонную коробку из-под обуви и засыпала карбофосом. Карбофос вот такой вот продается. Очень аккуратно он с запахом с таким. Но я в прошлом году все гладиолусы сохранила благодаря карбофосу и вот такому сохранению, как я сейчас вам рассказываю. Что делаем? Во-первых, чтобы сохранились и были здоровые клубеньки, не больные, нужно ее каждую осмотреть. Вот видите, все чистенько, без разных пятнышек. Вот мы часть вот эту сейчас укроем. Вот мы ее сюда и кладем. Если вы видите, что вот такая странная луковица, она почему-то сразу стала распаковываться, появляются пятна на донце. Посмотрите, вот что-то тут вот нечисто. Ее сразу отбраковываем, чтобы эта зараза, если это болезнь или вирус или еще что-то, не пошла на другие гладиолусы. А все остальные очень просто. Вот он, старый клубень. Мы его убираем. Он очень легко сейчас отходит. Сама шелуха сверху, какая отвалилась, отпадывает. Это вот у нас все шелухается, грязь. Это нормально. И убираем вот этот длинный цветонос. Мы его прям, вот укорачиваю я его. И вот таким образом, еще раз осмотрев, чтобы не было никаких подозрительных пятен. Это грязь, повторюсь. Ничего, все нормально. Мы выкладываем. То же самое со следующими. Берем луковицу одной рукой. Аккуратненько ее очищаем. Даже тут резать не надо. Все старое отвалилось. Вот она чистенькая, аккуратненькая, без повреждений, без всяких. Все мы ее вот так выкладываем. Все это выкладываем и оставляем. Засыпаем опять. Закрываем. И оставляем на хранение. Вот в таком виде они у меня хранятся. Я периодически около лоджии, в прохладном месте. Не в холодном, не в сыром, а именно в прохладном. И периодически я их просматриваю. Запаха, конечно, не будет, как вот сейчас я засыпаю. Запах уже устаканится, скажем так. Он будет нормальный запах, без запаха практически. Все. И вот в таком виде, в закрытом виде, в прохладном помещении мы храним. Ну, а сейчас я продолжу работать двумя руками с остальными луковицами.